Выявление организаторов таких закладов. На сегодняшний час мы сделали 5 обшу Киев по 6 закладам. Из них один находится на площади Сталинграда, там в двух местах, один на Гоголя 49, находится в двух местах. Четыре заклада, потом на Пирогово в районе урожая, на Стахурского, потом на Гоголя и еще один. Я ни разу не видел, чтобы они где-то уничтожались. Куда одеваются игровые автоматы? Вы их перепродаете или что-то сочетает? Милиция не перепродает, вы утрированно так все говорите, я понимаю. Да, принимает суд решение, стосовно вещественного доказательства. Милиция зберегает, на ответственном зберегании, находится она в комнате зберегания, речевых доказательств. Суд принимает решение, если суд принимает решение отдать им, то мы вручаем им. Если скажет о том, чтобы нам уничтожить, то мы уничтожим их. Все, однозначно. Я не могу сказать сейчас четко, не готовился. А скажите, так эти люди, это одни и те же самые, или все-таки это уже новые? Игроки, ну игроки, понятно. А властники, администраторы? Игроки этого бизнеса меняются. Кто пострадал, тот практически не идет. Скажите, а за этот весь период, за пів року, мы знаем, что было закрыто больше, чем 50 игральных закладов. До суду сколько справ было, и были ли вы покараны? Кто-то был покаран за этот период, я имею в виду не из менеджеров, администраторов, а из организаторов. Скажем, насчет покарания не милицейская функция карати, так? Но статистику зараз особо нету. Ну, приближно. Мы направили одно проведение только по игральному бизнесу. Лише одно проведение? Одно временное проведение направили относительно организатора, оно сейчас слухается в местном суде. Это из всех 50 случаев только одно, так? А чему, скажите, пожалуйста? Продолжение в том, что, например, Александр Иванович сказал про то, что было проведено ряд обшуков и выключено порядка, фактически за одну акцию, было выключено порядка 50 компьютерной техники. После этого, через день-два, новые властники снова завезли так же саму компьютерную технику и снова продолжают кратку, потому что им выгодно. Мы снова выключаем, они снова завозят. Тобто, на сегодня, чему только направлена одна справа? Потому что в других справах проводится документование их злочинной деятельности для того, чтобы установить всех участников цієї деятельности и притягнуть их до криминальной ответственности. То есть не документировать администратора одного или несколько администраторов, а сегодня мы надеемся на то, чтобы документировать всю злочинную группу, которая занимается таким видом явностей. Я думаю, что с часом эти материалы будут реализованы и вам будут сообщены про результаты такой же работы. Так, спасибо. 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 Спасибо.